Приветичи, это Су-Цит-Гай, и мы захомячили бургер и бежим к следующему сну. Предыдущий сон был про динамит, кстати, где он? Он где-то там, наверное, там далеко-далеко, в наших прошлых снах. Короче, если ты не видел, то обязательно посмотри. В общем, а у нас сегодня Фаберже. Подсмотрим, что там. Но пока мы грузимся, ты знаешь, что нужно сделать. Спуститься вниз под видео, поставить лайк и подписаться. Ух ты! Двухтысячный год! Вот! Я вернулся за свое детство, где не было персональных компов. Были только Дэнди, Сеги и прочая всякая лобота. И у некоторых ребят были вот такие штуки. Знаешь, что это такое? Это Тамагочи! Тамагочи называется. Дело в том, что в наше время не было мобильных телефонов. Мы играли во дворе. И у некоторых ребят вместо телефонов была вот такая Тамагочи, которая, ну, размером с ладошку была. Эта Тамагочи заменяла тебе питомца. Ты мог в электронной версии выращивать себе животного, там, драконов, слезнюков каких-нибудь, либо человека, либо попугайчика. Ну, короче, кого захочешь. Даже динозавра. Вот. И здесь, по всей видимости, наш Тамагочи переносится в реалии. Посмотри, по проводам он подключен к этому яйцу. И, скорее всего, мы должны вырасти здесь кого-то. Угу. Кнопочки нажмем. Кнопочки не реагируют никак. Короче, возраст нашего питомца ноль. Потому что он в яйце. Нужно его выходить. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Эээ, машина времени. Ого, не фунуйся. Это что такое? Непонятно. Есть швабра. Шикарно. Тут у нас что? Игровая комната. Качальки! Можно покачаться? Забавно. А с горочки скатиться? Походу, я боюсь с гора кататься. Это у нас что такое? Фу! Жрачка! Трать подано, как говорится, да? Угу. Миска. Знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что мы реально сейчас вырастим Тамагочу! И будем с ним играть, ухаживать за ним. Как старые добрые мои времена 90-х. Тут что за кнопочка? Ого! Вернуться обратно в 2000-е. Брррр, как это? В смысле, я сейчас в 2000-е. Тут статуэтки нигде нет. Хе-хе, как чувствовал. Я знал, что у нее там спрятано. Короче, садимся сюда. Хотя садиться не надо. На кнопочку нажимаем. Немножечко поболела голова, но... Вроде все нормально, слушай. Город такой же остался. Кстати, посмотри, тачки гоняют, но дорог нету. Они по бездорожью гоняют. Город миленький такой. Там горы. Надеюсь, вулканов не будет. Так, хорошо. В этой комнате, в принципе, ничего нет. Кроме как этой огромной машины. Что ж. Вроде бы все я сделал. Все, что нам остается, это залезть вот сюда. Погнали. Ёкарный бабай. Ты посмотри. Это вот это чудище вылупилось с яйца. Наш слаймик. Зеленый. Ну да, ты посмотри, ему 350 лет. Как он здесь не сдох? Кто же за ним ухаживал-то? И вот, что я и говорил. Его нужно кормить, с ним играть и за ним убирать. Он, кстати, уже тут поднасрал мне. Засранец. Не мог потерпеть. 350 лет. Так, значит, берем швабру и убираем за ним. Божечки. Взяли и тамагочную игру принесли в такую. Это же ностальгия прям. Кайфушечки. А чё себе я тебя шваброй? Твоей же. Говяной. Полы сини твоей. Не, не хочет. Не хочет. А чё он должен был хотеть? Он и так зеленый. Так, выкидываем швабру. Пойдем посмотрим, чё у нас здесь. О-о-о-о. Минное поле. Придется мне там тоже поднабрать. Поднабрать и убрать. Засранец. А всё засрал. Пока я там в кри... В кри... В кри... Как она-то? Ээээ... Кри... Крио... Крио в сне, короче, я был. Вот. Наш маленький пупсик играется. Это хорошо. Как насчёт покормить его? Он кушать не хочет? Надо пойти посмотреть в тамагочи. Ту-ту-ту. Кто бы мог подумать, да, что у меня будет питомец. Так, он... Вроде бы всё у него нормально. Радости полной штаны. Каках у него нет. Хотя тут нарисовано, что полной штаны. Его осталось только покормить. Покормить. Вот тут вот мисочка валялась. Ага. Кладём сюда. Нажимаем. Фу. Это, конечно, отвратительно. Похоже на корм для собак. Иди кушать. Пупсик, пупсик, пупсик. На тебе. Как он налетел на неё. Сожрал сразу всё. Всё, ты сытый? Или тебя ещё покормить? Красавчик. Он куда-то убежал. Ну ладно, бегать я за ним не буду. Эх. Всё, вроде бы чистенько тут. Ну чё, мне опять в этот, что ли, надо засунуться вот сюда. В сон. Криосон. Так, по идее у него всё нормально. Подожди, давай мы его откормим прям хорошечно так. И потом попробуем в будущее поспать. Криосон. На, покушай. Так. Ага, всё хорошо. И ещё чуть-чуть. Эй, мелкий, ты где? Иди кушай. Хватит в окно смотреть. Сейчас по твоей лысине надаю. Желейный. Зелёный. Блин. Ладно, сейчас тебе подтащу миску. Мне не сложно. У меня же ноги есть, а не у тебя. Так, он съел. Всё, он сытый. Он сытый. Миску можно выкинуть. Подожди, а давай попробуем вернуться на 2000 лет назад. И посмотреть, что будет. Чё произойдёт, собственно? Собственно. Возвращаемся на 2000 лет назад. Ну, по логике вещей, по логике вещей. Да, город вернулся в прежнее русло. Он стал не таким мегаполисным. Яйцо здесь. Хе, забавно. Ой, наш слезнюк до сих пор в яйце. Но миска почему-то здесь лежит. Странно. Так, слезнюк опять всё засрал. Да, это снова мегаполис. Пробки и дороги появились, кстати. Угу. Ну, это мы уже всё видели, я понял. Так, если мы ещё разок попробуем заснуть. Ёк, макарёк. Это что там происходит? Мой слезняк сдох. Ну, конечно, я его не покормил. Угу. Вот что стало в будущем с городом. Так, подожди, а если ещё поспать? Интересно же. Ух ты. Это что за цивилизация такая? Три тысячи трёхсотый год. А, это, короче, жизнь на земле переродилась. Средневековье, короче, образовалось. Ммм. Так, ладно. Мы пропустили каменный век почему-то. Ещё раз давай поспим. Ух ты. Шиш, пойми, какой год. Новая и очень умная цивилизация. Возможно, тут уже не люди. Забавно. Так, пойдём ещё поспим. А всё, спать не могу. Это последний год. Ммм. Ясно. Значит, нам, короче, нужно вернуться в двухтысячный год. Ого, дерево как выросло-то. Ничего себе. Вернуться в двухтысячный год. И откармливать нашего питомца. Потом переноситься в будущее. Снова его кормить, убирать за ним. Он будет расти. Да, дерево снова стал меньше. Это просто гениально. Офигенная идея. Ну ладно. 2350 год. Быстренько убираем квартирку. Чё за дела? Чё за говно? Оно не убирается. А, подожди, подожди, подожди. Мне надо свою шваброчку, скорее всего, сполоснуть. Она уже настолько заговнялась, что говно поднимается за говно. Так, всё, отлично. Я всё убрал. Так, жрать подорно, сударь. Подорно. Жрать подорно. Хорошая словочка. А, блин, с ним ещё надо поиграть. Эй, Чунгачкук. Где мячик-то? Иди, поиграем с тобой. Иди сюда. Чё ты там застрял? Давай играть. Вот сюда загоняйся. Е-е-е, гоняй мячик. Красавчик. Так, и вот ещё покушай. Он всё скушал. Пойдём посмотрим настроение. Жалко, конечно, я его на руки брать не могу. Так бы посадил его на качели сюда. Ну-ка, посмотрим. Всё. По идее, по логике вещей... О, кнопочки заработали. Забава. По идее, по логике вещей мы его откормили, мы с ним поиграли. И теперь несколько лет он может нас не видеть. И, соответственно, будет расти. Сейчас проверим. Смотри, какахи появились. Всё засрал опять. 2750 год. Где наш взросленький мальчик? Охо-хо-хо-хо! Ты посмотри на эту говнистую утку. Так, он, кстати, срать, по-моему, стал. Да нет, срёт столько же. Ни мало, ни много, как раньше. Хорошо, сейчас мы уберём. Покормим. Чё, дружок, тебя помыть, не? Так, акульки убраны. Пойдём с ним поиграем и покормим. Ты чё там, застрял, что ли? Тупенький ты, а? Ну, конечно. Отца не видел там ещё 150 лет. Давай покушаем. Миску верни, пожалуйста. Всё, это последняя порция. Он сожрал. Всё у него пучком, за исключением настроения. Вот так вот он теперь выглядит у нас. А где мячик твой? А, вот он. Куда ты побежал? С мячиком надо поиграть. Чучело-то зелёное. Вот. Гамай. Я, конечно, понимаю, мы живём с тобой в современном мире. Хотя, как в современном? Его уже нет, этого мира. Город пережил апокалипсис. Да, телефонов нет, играй с мячиком. Чё по настроению? Чё-то как-то фигово с настроением. Так, ладно. Пошли в игровую комнату. Комне, Бобик. Комон. Короче, я понял, я должен играться с ним. Как раньше уже не прокатит. Нужно уделять ребёночку время. Вот, мы с ним поиграли, настроение поднялось. Теперь замораживаемся в будущее. Ты посмотри на это говно. Твою, блин. Ты посмотри на эти какули. Вот это говнищица. Оно больше стало. И теперь у нас утёнок превратился в утёнка. Он теперь уже не такой гадкий. Да, с возрастом наш ребёнок стал сядить больше. Знаешь чё, я уделяю ему слишком много внимания, мне кажется. Я с ним играю. Он в меня влюбится. Ну, как бы там отцовские отношения у нас будут там. И в конце концов это чудище меня просто не сожрёт. А ему будет жалко меня, Хайвач. Может не надо с ним играть? Ладно, вначале мы сделаем так, что мы отличный отец. А потом мы сделаем, что мы плохой отец. Эй, утка, жрать подано. Уточка по-пекински. Да, себя в отличная утка по-пекински вышла. Давай играть. Кстати, да, сейчас у нас в средневековье. Угу. Почему-то колесниц не видно. Короче, с настроением вообще какие-то траблы. Теперь нужно хороводы какие-то водить с мячиком. Не просто так кидаться-то, а прям в носяруем и попадать. Чё-то всё равно настроение не растёт. Ты чё такое, а? Развлекай его тут. Может тебе клоуны позвать? Я чё, тебе клоун, что ли? Во, наконец-то. Всё, настроение у него в порядке. Осталось в последний раз покормить. На, жри. И я помчал. В будущее. Увидимся там. Надеюсь, ты не сдохнешь. Смотри, какулик нету. Странно. Всё, мой шиш пойми в каком году. Вот это какуля. Почти ростом с меня. Тут вон всё перегрызано. Угу. Поэтому и не работает наш... Криосон. Хорошо, убираем какули. А где, собственно, наш этот... Питомец-то? Почему я его тут не вижу? Он в игровой комнате? Пупсик. Ой, ё-моё. Ой, ёкарный. Как ты вылупился и вырос. Так. Пойду-ка я посмотрю по-тамагочи. Чё у него? Как дела? Да уж. Ну, короче, возраст. Шиш поймёшь, какой у него. И надо её покормить. Но, скорее всего, кормить-то я буду с собой. Убирая какули, я чище квартиру свою не делаю. По всей видимости, это последнее моё замерзание в будущее. Ну, чё, погнали к нему тогда. К моему пупсику. Привет, моя уточка. Я твой батька. Ты помнишь меня? Какой сейчас год? Я уж не помню. Ну, короче, четыре тысячи лет назад я тебя вырастил и кормил каждые пятьсот лет. Раз в пятьсот лет. Давай обнимемся, что ли? Какой ты необъятный. На тебе по пузу. Присуху откачал, да? Красавчик. Интересно, а как ты тут умудрился всё засерить, если... Да что ж такое-то. Если ты с места двинуться не можешь. Он, кстати, смотри, кормушку сломал. Эх ты. Ну да, она не работает. Короче, мы чё-то неправильно сделали. Вроде бы растили грамотно и с любовью, но что-то не так. А чё, если в него мячик запульнуть? Он обозлится, нет? Офигеть. Он побежал за мячиком и раздавил меня. Вот это прикол. Вот это да. Ух. Но это было нечто. Посмотрим, что у нас в следующем сне. А в следующем сне, наконец-то, пляж. Малибу-бу-бу-бу. Погнали. Вау. Пивандрос. Крепкий, который рекламировали перед тем, как я заснул. Поезд, сошедший с рельс. Инопланетная тарелка. А это, по всей видимости, не вода. Это тот золотой напиток, да? Из-за которого я дрыхнул. Прикольно, я тут пошасать могу. Пойдём в этот раз на инопланетную тарелку. Смотри, там дракон вон спит. По-моему, это все мои сны. Ну да, действительно. Вот железный человек, который меня раздавил. Там он дракон дрыхнет. Хе-хе, какой он большой. Прикольно. Я не видел его тогда в полном размере. А теперь увидел. Прикольно так. Вспомнил все свои сны. Ностальгия. Неужели это финалочка сейчас будет, а? Это... Это нифига не ностальгия. Это... О, кокосик. Я могу взять кокосик? Могу. А для чего он мне? Странно. Тут дофига кокосов, между прочим. Смотри, тут есть кнопка. Ух ты! Кузнечик. Здорово. Давай возьмём. Нажмём кнопку. Ого. О. Мне, скорее всего, надо вон туда, на горлышко запрыгнуть. Ладно, попрыгали. Звук как будто время идёт. Время для того, чтобы я успел запрыгнуть. Если я не успею, то, соответственно, платформа опустится. Но я хочу здесь поискать... О, корова. Я могу корову двигать? Нет, не могу. Она тут стоит. Золотые реки пьёт. Короче. Я хочу сейчас поискать статуэтку. Опа, 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 смотри, откуда золотые реки идут. Из моего рта. Точнее, неправильно я сказал. Они туда затекают. Вон, видишь. Так, а тут у нас всё? Чё это я нашёл? Здорово. О, и статуэтка. Здорово, я тебя нашёл. Макака. Точнее, обезьянка. Я могу собрать игрушки? Нет, не могу. Чтобы их взять. Хотя могу я взять эти игрушки? Да. По всей видимости, я должен шариком выбить всё. Да? Достижение получил. Всё, это мои игрушки. Валим. Валим. Хе-хе. Я вон там красную кнопочку вижу. Попрыгали. Так, давай сейчас её нажмём. Ага, понятно. Кузнечик ты мне нужен. Нам сейчас нужно будет допрыгать через вот эти золотые озёра на дом и там что-то взять. Всё, мы запрыгали сюда. А-а-а, понятно. Пробка. Пробка, чтобы заткнуть пиво. Угу. Кузнечик. Ладно, ставим здесь кузнечик, мы там новый возьмём. А может быть я заткну себе рот? О, заткнул. Здорово. И пиво наполнилось. Короче, получается, что бутылка снизу дырявая и с неё всё вытекает. Вытекает мне в рот. Если я рот затыкаю, то течь некуда и, соответственно, пиво пополняется. Смотри, кого увидел. Обезьянку с пробкой. Я притащил сюда кокос и сейчас попробую сбить её. Нет, так не прокатит. Добанная макака. Есть! Получилось. Сейчас заткнём ещё один рот. Готовчинка. Ох ты, какой кит там здоровый. Я даже не обратил на это внимание. Вон он. Гляди-ка. Так, нам осталось найти ещё одну пробку. Ещё один рот. Куда всё бежит? Вот ещё один ротище. Но где бы взять пробку? Смотри, я нашёл тут ещё один рот. Тут рядышком есть чаша. Какая-то чаша. Тут есть значок. Кокос нужно положить. Давай попробуем. Вот, пожалуйста. И чего? Непонятно, чего. О, пробка! Значит, вставляем сюда. Почти всё. Почти всё. Мы сейчас разобьём эту бутылку. Вон она чё. Вон она чё. Короче, нафиг это убираем. Вот тут лопата лежит. Всё, нашли мы последнюю пробку. Вот это дела. Просто надо было получше поискать вокруг. Вот она наша пробка. Затыкаем последний мой рот. А так вот. Ой-ой-ой, дракоша, смотри-ка. На бутылку сел. Офигеть. И вот, скорее всего, надо его шибануть этим. Так, где мой кузнечик? Кузнечик? Дорогой мой, куда ты делся? И вот, скорее всего, надо пашбану дать этому дракону. Тем самым кокосом. Священным, который я положил в чан. Да тут прям золотой дождь. Нажимаем, значит, на кнопку. Не, наверное, я сделаю это вот так вот. И попрыгали. Так, у нас тут два кокоса даже. Ну чё? Эй, ты. На, получай. Обалдеть. Ну всё, это реально финалочка. Погнали. Мне дали достижение за статуэтки. Пиво разбиваем. Вот так. И просыпаемся. Да, дружище, следующего крепкого сна ты не переживешь. Точно. Вот именно. Красавчик. Не-не-не, не вздумай. Твою ж налево. Ничему жизнь не учит. zорка. Тёмные вишки. Т gasket. Тёмные вишки. Продолжение следует...